Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики Судебная коллегия установила Бегун Иосиф Зиселевич Встал на путь совершения особо опасного государственного преступления Руководствуясь установками зарубежных сионистских центров Направленных на разложение социалистического строя изнутри Бегун в силу своего враждебного отношения к советской власти В целях ее подрыва и ослабления Под видом распространения языка иврит Приобщения евреев к национальной культуре В течение 1974-1982 годов Изготовлял, хранил и распространял антисоветскую литературу А также другие материалы, содержащие клеветнические измышления Порочащие советский государственный и общественный строй Судебная коллегия приговорила Бегуна Иосифа Зиселевича признать виновным По статье 70-й, часть 1-я Уголовного кодекса Российской Федерации И назначить ему по этой статье Наказание в виде лишения свободы Сроком на 7 лет С отбыванием бесправительной трудовой колонии Строгого режима С применением ссылки сроком на 5 лет Отбывание срока наказания Исчислять с 6 ноября 1982 года Исчислять срока наказания Исчислять срока наказания Местечковый философ Рэб Зунша рассуждает примерно в следующем образе, что когда придет его час предстать перед Седом Всевышнего, его не спросят, почему он не стал великим пророком. Но его обязательно спросят, почему он не стал тем, тем ему было предназначено, Рэб Зуншей. Тоталитарный советский режим обрекал нас, миллионы советских евреев, на насильственную ассимиляцию, что было равносильно национальной смерти. Моим жизненным назначением стало противостояние этому борьба за права советских евреев, за национальное возрождение. Этому делу я отдал два десятилетия своей жизни. И теперь, оглядываясь назад, я могу сказать, что испытания, которые выпали на мою долю, были не напрасны. Вот в этом доме как раз я и родился. Это был Дубровский поселок. Здесь вот прошло мое раннее детство. И вот здесь я впервые услышал, как меня начинали вот назвать жидом. Прибегал домой, мама кричала, зачем я еврей, она меня утешала. Что делать? Ну и да, мы евреи, я еврейка, и папа твой еврей. И с этим я так и жил. Хотя я, в общем-то, как бы проделал определенный такой карьерный рост. Я кончил техникум, потом я уже, без отрыва от производства, заканчивал институт. И с трудами, так сказать, с проблемами. Но все-таки я устраивался и, в конце концов, работал, получил работу в научно-соединском институте радиоэлектроники, где я работал больше 10 лет, где я защитил диссертацию внутри этого института. Вот. И стал кандидатом наук, так сказать, уже научным сотрудником. Но вот это вот ощущение, что ты не такой, как все, оно все время было, то есть негативное такое было очень чувство. Когда новые времена наступили, либерализация, хрущевская, произошел перелом, я стал взрослеем. Важным таким, что ли, событием в моей жизни оказался Всемирный фестиваль молодежи в 57-м году. Вот это все дало такое ощущение большого мира. Я говорил и с чернокожими, и с азиатами, и с европейцами. Особое, конечно, может быть, внимание у меня вызывала тогда израильская делегация. Она тоже была в числе делегатов. Я помню фильм «Магазин на площади». Главную роль там исполняла Ида Каминская, польская еврейская актриса. Это был чехословацкий фильм. «Мительман», «Киндер», «Пеклер», «Таху». Ощущение, что вот если бы я был бы там, со мной было бы то же самое. Все там? Я не понимаю. Я стал больше, как бы, понимать, узнавать о евреях. Затем правда стала доходить до меня о катастрофе, о Холокосте, о том, что вот есть народ, государство в Израиле. Я к своему евреям стал относиться с большим таким интересом, уважением и стал это ценить даже. Говорят, кто еще тот находит. Моим первым учителем еврея стал Лев Григорьевич Гурдович, который знал этот язык еще со времен своей дореволюционной молодости, когда он был учеником одной из литовских ешев. В то время 70-х человек, если он заявлял о своем желании уехать в Израиль, как бы переходил в Рубикон. Из недавних уважаемых членов коллектива делали отщепенцев, клеймили как предателей. Майским утром 1972 года меня доставили в эту коломенскую тюрьму, где я провел памятных 10 дней. Это был мой первый, так называемый, превентивный арест. Москва готовилась вообще к приезду Никс. Это был первый визит американского президента. И Москву, конечно, тщательно готовили. Очищали Москву от неугодных элементов. И только когда уже было сообщение, что Никсон завершил свой визит и покинул Советский Союз, вот тогда каждого посадили в персональную Волгу и отвезли в Москву. Это уже стало традицией, мы уже понимали. Какое-то событие или праздник, значит, они будут брать, будут арестовывать. Естественно, вот эти аресты приводили к тому, что на работе я оказывался как бы прогульщиком. Устроиться всегда было трудно, уже с моим таким послужным списком. И так я долгое время оказался без работы. В массе своей казняки были интеллигентными, образованными людьми. Они не могли существовать без духовного общения, без познания. И они начали создавать свой микромир еврейства. Так возникло совершенно необычное для советского общества явление. Небольшая еврейская община отказников. Внутри этой общины возникали разнообразные формы национально-культурной деятельности. Изучение еврита, изучение истории, проводились семинары. Изучалось историю государства Израиля. Я стал отказником в начале 1971 года. Тогда возник большой спрос на изучение еврита. И те, кто освоил даже несколько сотен слов, сами становились учителями. Я тоже включился в работу этого необычного факультета иностранного языка, в котором не было ни декана, ни аудитории, ни доступных учебных пособий. На тот момент, в середине 70-х годов, в России было два основных потока изучения еврита. Начавшийся поток легальный, наш, университетский. И существовавший уже устойчивый не один год поток, система нелегального изучения еврита. Легче или труднее, но он пошел. Поэтому люди хотели уезжать уже с евритом. И изучали его в нелегальных кружках, на квартирах, на различных семинарах и ульпанах нелегально. Нам объясняли, что это люди, которые, говоря штампами советской идеологии, расшатывают устои. И мы их заочно, конечно, опасались и боялись. Люди, становясь отказниками, теряли все. В то же время они получали возможность приобщиться к духовным пластам культуры своего народа. Они обретали себя. Когда я сейчас приезжаю в Москву, прихожу сюда, вот на эту пустынную же сейчас улочку. Я вспоминаю те времена, когда здесь было очень много людей. Здесь стояли толпы вот на всем этом протяжении. Сотни людей оживленно о чем-то беседовали, записывались, знакомились. Это было место встречи с иностранцами, с иностранными туристами, которые приезжали не столько, чтобы знакомиться с Москвой, сколько, чтобы встретиться с нами. Очень быстро выяснилось, что все, что мы делаем, распространение еврейских материалов, это хорошо, но не соответствует масштабу проблем. И тогда возникла идея. Созвать симпозиум по еврейской культуре в Москве, международной. И все это делать в соответствии с советскими законами. Пригласить представителей Министерства культуры, главного раввина, и в Совете Гремлян, всех, кто имеет то или иное отношение к культуре вообще. И в этот момент, во-первых, была опубликована статья в «Известия», которая должна была нам служить предупреждением, мы не поняли это. Статья называлась «Сына предательства». Она была написана в отношении Воронеля, который давно уже был в Израиле. Но там были вещи, которые явно относились к нам. Сомнительный симпозиум. И в день симпозиума нас задержали, всех, кто имели отношение к симпозиуму. И когда мы сидели уже под домашним арестом, я спросил милиционера, что будет сейчас. Он говорит, сейчас приедет машина, тебя отвезут в тюрьму. Тебя арестовали через три дня после этого. В Ширанске арестовали. В Ширанске арестовали 15 марта. Дальше началась эпопея, борьба за тебя. Первый арест случился в 1977 году, в канун праздника Пури. Я оказался в матросской тишине. Камера была не очень большая. Там был человек, наверное, в это время 10, вот такого порядка. Там был молодой мальчик почти совсем. Он только недавно к нам пришел и сказал, что он из малолеток к нам поднялся. И я стал им рассказывать про Библию немножко, кое-что. И мои рассказы продолжались один вечер, потом второй, третий, несколько вечеров. И они внимательно слушали. Когда я закончил рассказ, он ко мне подошел и показал мне свои непритязательные такие карандашные рисунки. И я был просто поражен, потому что эти рисунки, они фактически иллюстрировали рассказы. Ну, затем, как мы знаем, Моисей оказался в пустыне, и он вот встретился с Богом. Бог явился Моисею в виде незагораемой купины, как по-русски. Вот горящий куст, пламя. И вот, значит, Моисей как бы взирает на это и слышит голос Бога. Отсюда раздается еще одна иллюстрация. Вот, значит, история, конечно, достаточно трогательная. Кончилась она очень интересно, значит. Этого юношу скоро, значит, забрали из нашей камеры, но мы успели с ним познакомиться. Я ему рассказал, ну, о себе, так сказать, о нашем движении за выезд в Израиль, о том, что вот есть такая еврейская, значит, вот, значит, группа в Москве, например. И вот через 11 лет, когда я приехал в Израиль, среди встречавших моих сотен людей, был и этот юноша. И он уже тогда был в израильской форме, израильского военного, он уже служил в армии. Я, конечно, был, я думаю, что я был так растроган этой встречей, может быть, больше, чем всеми этими государственными деятелями. Мой первый суд получил известность как суд над преподавателем Иврита. Обвинение отказалось признать мои уроки как легальный способ заработка. По понятиям тех лет, я был осужден как треядец и приговорен к двум годам ссылки, которые отбывал на Колумбе. Я насчитал потом, что я побывал в 11 пересыльных тюрьмах, в 11, начиная с московской. Это был Свердловск, это был Омск, это был Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Хабаровск, Магадан. И затем Колымский тракт. Интересный момент, значит, дело в том, что зэки, это поражало первое время, круто ненавидели советскую власть, открыто. И когда они видели, что попал человек, который вот с этой властью пытался как-то бороться, вот его как правило уважали, как правило. Вот так мы добрались до Хабаровска. Дальше путь лежал на Магадан. Поезда не ходят. Надо было лечить самолетом. Ну, вот так вот я доехал до города Сосумана. Сосуман – это второе по величине после Магадана город же в глубине Колымского края. Такая столица, я бы сказал, огромного такого комплекса, приисков, вот золото добывающих всяких предприятий. Значит, у них там в основном производство было в шахтах. Таких врагов советской власти, значит, к золоту близко подпускать нельзя. Придумали какую-то работу, значит, там, ну, в шахтах использовали какие-то приборы, какая-то там электрическая аппаратура. Надо было ее как-то там тестировать, калибровать, надо было ее проверять. Какая-то там была лаборатория на поверхности земли. И там я, значит, меня доопределили каким-то, значит, сотрудником. Удивительно, что там купили коньяки такие дорогие, которые здесь плохо продавались, значит, а там они у людей были деньги, там их покупали в больших количествах. Колыма снабжалась хорошо продуктами. Поэтому я иногда посылал в Москву продукты. Однажды это была Тихоокеанская сельдь. Купил эту селедку и внутрь, выпотрошил ее, и внутрь в целлофан, завернул в целлофан и положил свой текст. Я понимал, что мои письма, конечно, проверяются. Поэтому приходилось прибегать к некоторым хитростям. Скажем, мое обращение к деятелям национальной культуры. Это к Сильве Капатикианне. Вот это письмо к Сильве Капатикианне, Расулу Гамзатову и Юрию Радхеу о том, что я пытался привлечь их внимание к положению с еврейской культурой, с правом евреев на свой язык. К людям, которые провозглашали во всех своих произведениях любовь к своему языку, гордились своим национальным языком, призывали своих, так сказать, соотечественников всячески, значит, вот не забывать, не отказываться от своего языка. Сочинил в этом, в этапе. Но вот уже отправлял в Иисусомана. Я действительно почувствовал, что такое колынская зима. Это 50 градусов, это номинальная температура, 50 градусов холода. Но иногда она становится и 60, и 65, а рекорд там, как мне рассказывали, старожилы 72 градуса. Минус. Потом я бывал, когда американцам рассказывал, я им почувствовал, что это Цельсиум, не Фаренгейт, а Цельсиум. Они за голову хватались. Край, по-своему, интересный очень. Я иногда даже скучаю, хотелось бы хотя бы раз еще увидеть это такое необычное место. Вторую ссылку я получил за нарушение режима проживания. Имея судимость, я был лишен права жить в Москве, где жила моя семья. Я прописался в Владимирской области на так называемом 101-м километре. И вот за то, что я иногда тайком посещал жену и детей, я был вновь арестован, осужден и отправлен в новую ссылку на три года на ту же Каламу. Господь милостив и за те жертвы, которые принесли евреи Алии в СССР ради еврейской жизни здесь. Господь дал нам возможность построить синагогу, дал нам возможность проводить здесь богослужения, и дал возможность построить в Марьиной роще прекрасный хасидский центр, и дал возможность реставрировать синагогу на улице Архипова, и дал возможность, возможностей много. Надо только побольше таких Иосифов нам. Есть евреи, к которым приходят другие евреи. Кто еще не все знал? Дело в этом, что Иосифы приходят и уходят, как и все. Но главное, что наш народ жив. Правильно ты сказал, что Бог нам помогает, Бог о нас заботится, благодаря Ему мы существуем. Но очень важно, что Бог помогает тем, кто помогает себе сам. Вот эта фотоэкспозиция, это целиком посвящена нашей деятельности в овражках подмосковных. То, с чего начиналась наша деятельность. Да. Вот, Иосиф, кадр, где ты после очередной ссылки пришел в лес. Для нас единственными стендами в лесу были волейбольные сетки. И на этих волейбольных сетках мы развешивали различные плакаты. Вот в данном случае это плакаты евреи, участники Второй Отечественной войны, герои Советского Союза и кавалеры солдатских орденов славы. Так ГБисты, когда увидели это, были очень заинтересованы. И фотографии отражают, как группа сотрудников ГБ, все как один с руками за спиной рассматривают эту экспозицию. Они, кстати, на всех наших встречах сопровождали нас, но вели себя достаточно корректно. Они не вмешивались. И тогда еще было такое патриархальное отношение. Мы вместе с ГБистами играли в футбол. У них была своя команда, у нас своя. И однажды, когда у них не оказалось вратаря, так я стояла на воротах команды ГБистов. Они мне кричали, батя, батя, держи ворота. Так что все было хорошо. В каждый суккот три года подряд мы устраивали фестиваль еврейской песни. На последнем, в 80-м году, собралось больше тысячи человек. Они сидели на вытянутых бревнах. И ГБисты были поражены, что это вышло за ожидаемые, так сказать, масштабы. Это явление встречи в Авражках. И тогда уже с весны 81-го года они сделали все, чтобы эти встречи в Авражках не продолжались. Так родился вот этот документ КГБ номер 70 от мая 81-го года за подписью Андропола. Поступающие в Комитет госбезопасности данные свидетельствуют о том, что под воздействием зарубежных сионистских центров еврейские националисты в последнее время заметно активизировали усилия по организационному и идеологическому сплочению про сионистки настроенных элементов. Предпринимаются попытки консолидировать лиц еврейской национальности путем вовлечения их в различные самодеятельные кружки по изучению древнееврейского языка иврит, религиозные и так называемые научные семинары группы художественной самодеятельности. В этих же целях они планируют регулярно организовывать под видом культурного отдыха в лесных массивах Подмосковья массовые сборища евреев и проводить их по заранее разработанной религиозно-националистической программе. Комитет госбезопасности провел с широким участием советской общественности комплекс предупредительно-профилактических мероприятий, в результате которых антиобщественная акция националистов была сорвана. Председатель комитета Юрий Андропов. Это был лет 15 назад, у нас был конкурс песен во Вражках под Москвой, и он проходил под аккомпанемент, не тот, который вы сейчас слышите, а трактор без глушителя, ГБшников и было 200 человек, нас примерно 100-150, их 200. Они всегда любили, чтобы их было больше. И вот они пригнали трактор. И в тот момент, когда музыка началась, и песня, они включили его, и поскольку они не верили в мощь советской техники, они сняли глушилку, и вот так без глушилки они работали, а мы пели. И как в этом анекдоте все у них в гудок ушло, потому что в итоге мы здесь, а ГБ в том виде уже нет, и Советского Союза нет. Мне кажется, это очень символически так вот. Вот мы их перепели. Когда в начале 80-х резко ухудшились отношения Советского Союза с Западом, и власти начали новую волну репрессий против правозащитников и отказников, я был арестован в третий раз. Мой третий процесс, по существу, был как бы логическим завершением предыдущих двух дел и своеобразным, я бы сказал, экспериментом властей в части начала целой такой кампании по подавлению еврейского движения, которое было одним из проявлений вообще, так сказать, движения инакомыслия и отстаивания прав человека в Советском Союзе. Вот через эти двери меня привели в эту тюрьму знаменитую, где я провел больше года, наверное, 14-15 месяцев. Это был третий арест. Казалось бы, уже можно было привыкнуть. И я, конечно, понимал, что я могу быть арестован. Более того, арестовывали других тоже из нашей среды. Вот именно когда мне уже объявили, что мне, значит, вменяется 70-я статья, я должен признаться, был очень сокрушен даже духом. Я понимал, что это меня ждет, но я не ждал такой степени моей антисоветской деятельности. Моя деятельность была гораздо более такого умеренного толка. национальная культура, право изучать свой язык. Ничего против системы управления советской власти и прочего. Право, которое записано в Конституции, которое вообще есть у всех. И вдруг такая статья, 70-я статья, антисоветская агитация и пропаганда с целью подрыва советской власти. Но человек к всему привыкает. Я свыкся с этой своей здесь жизнью и дальше уже держался более уверенно и, так сказать, спокойно. Для следствия был очень важен в этот момент руководство зарубежными сионистскими организациями. Причем аргументов у них было абсолютно никаких. Единственное, что у них было, это на обысках они забрали несколько визитных карточек. На карточке написано там «Директор общины Сан-Франциско». «О, значит, это очень важный сионист. Какие у тебя были с ними связи, какие указания они тебе давали?» Очень важно им было, конечно, установить, что я был не один, что я действовал вместе с другими, что это была какая-то групповая такая, а не советская деятельность. В этом здании меня осудили на 7 лет лагерей строгого режима с последующей пятилетней ссылкой. Суд начался 11 октября 1984 года, через 11 месяцев после того, как я был арестован. Пока до суда, пока я был под следствием, я был в достаточно таком, я бы сказал, мягком режиме содержания. Довольно приличная камера, передачи там, все было более-менее нормально. Вот прошло еще 3-4 месяца. За эти 3-4 месяца был очень такой уже жесткий пресс был. Значит, дважды меня бросали в очень холодный карцер, где нельзя было спать ночью, потому что от холода ты просыпался, надо было вскакивать и хоть как-то согреваться. Где кормили через день, а в день, когда не кормили, давали только кружку кипятка. 15 суток – это было довольно мучительно, прямо скажем. Ну, режим был такой жесткий. Ну, а потом я уже поехал в лагерь в Пермь, в Пермьские лагеря. Ну, потом, значит, я оказался в зоне, 36-я зона, я помню. Тот день нам было сказано, замполитом по зоне, обязательно всем надо смотреть, будет очень важный фильм, всем нужно его смотреть. Все дружно пошли смотреть, значит, барак этот набился, набился народом и показывает фильм. Я вижу, значит, так, центральное телевидение показывает, значит, фильм под названием что-то вроде «Война ЦРУ против шоветской России». Все тайное становится явным. Становится, рано или поздно. Ныне стало явным и то, что понимают под тайными операциями Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов. Под термином «тайная операция» следует иметь в виду все виды деятельности, которые проводит или одобряет правительство Соединенных Штатов Америки против враждебных иностранных государств. И вдруг я увидел самого себя. Осужден и Иосиф Бегун, кандидат наук, математик. Он раньше занимался прогнозированием в Центральном статистическом управлении. Раньше. Какой справочке? Ну, вот, вам зачитал примерно. А, обвиниловка-то? Да. Ну, понимаете, вопрос в оценке. То, что я фактически там что-то делал, это я, в общем, признавал. Он признает, что что-то делал. Может быть, очень скромен. Ну, что ж, тогда мы скажем, что он делал. Вербовал агентов, распространял антисоветскую литературу, посылал за рубеж секретные материалы и документы. Тель-Авив дважды награждал его медалью якобы за пропаганду еврейской культуры. А в свободное от основной работы время Бегун контактным способом печатал Солженицына. Фильм посмотрели. Ну, конечно, надо сказать, что я был очень взволнован. Вдруг увиделся в кино. Когда кино закончилось, это зэки мне жали руки, говорили, молодец, хорошо держался. Они это оценили. И тогда я понял. И так, значит, это было организовано. Это снимали. Причем снимали так, что я этого не знал. Снимали скрытые камеры. Снимали явно для этого фильма. Евреи, борющиеся за свои права в Советском Союзе, не были одинокими. Они призывали мировую общественность протестовать, устраивать демонстрации, не успокаиваться, пока евреи не добьются своих прав. И этот призыв дошел до общественности Запада. Без этой мощной поддержки советские евреи были бы гораздо более бессильными в схватке с бездушной властью. Участники этого всемирного движения очень много делали для поддержания семей отказников и еврейских активистов. что Бог находится с каждым из них без разничия, находится ли он в европейской России или в азиатской России, находится ли он там относительно в свободе или даже находится в силке, так с каждым из них находится Бог сам. И он его оберегает и дает ему силу пережить все эти трудности. Рэбби не раз говорил, что мировое еврейство в долгу перед советским еврейством, что именно советское еврейство показывает примеры национального духа, национальной гордости и так далее. Рэбби говорил о том, что советские евреи находятся в том положении, когда не главное куда, а главное откуда. Они должны вырваться из этого настояния, из того места, где за изучение евритов могут посидеть в тюрьму. Для Рэбби абсолютно не было важно, носит человек ермолку или не носит, молится он или не молится, ратует ли он за право религиозных отправлений евреев или за право отъезда. В Израиле был создан специальный комитет защиты бегуна. Его представители выступали на многих митингах в Нью-Йорке, европейских столицах, в самом Израиле. Все это дало возможность еврейскому движению в Советском Союзе выстоять и победить. Чистопольская тюрьма. Здесь я пробыл с 1985 года под 1987 год. Почти два года. В тюрьме было довольно много такого, то, что называется, националистов. То есть здесь, вот, кроме меня, тут еще один еврей сидел, здесь были армяне, здесь были азербайджанец, здесь было целое несколько человек, украинцы, члены хельсинской, украинской группы, здесь были прибалты. И вообще, надо сказать, что среди политических заключенных вот в лагерях того времени вот этот национальный, так сказать, контингент националистов, те, кто протестовали вот против нарушения национальных прав, их было большинство. Правозащитники, вот такие российские, питерские правозащитники, их было значительно меньше. Диссиденты начали раньше, чем евреи. Конечно. А евреи внутренне были сильнее диссидентов. То есть там, где диссиденты уже, вот они уже там их раздавили, мы продолжали бороться. И вот в самые черные годы, в 83-й, 84-й, 85-й годы мы ни на минуту не останавливались. Мы шли до конца, посадят, посадят. Возрождение еврейской культуры становится уже фактом, и это потенциально, стратегически, это наиболее, наибольшая опасность, поскольку это дает определенную, я бы сказала, духовную автономию, независимость, большому количеству людей, а со временем, как они, как советская власть уже видела, такого рода независимость всегда может привести к тому, что эти люди станут и политической силой. Я приобрел внутреннюю свободу как сионист и начал бороться за свои права и права других евреев. Для меня было совершенно естественно условие, в которой внутренняя независимость от режима выразить симпатию, солидарность и с другими людьми, которые тоже бороли за свои права, и безусловно, тут встреча с Сахаром оказали на меня большое влияние в смысле моей вовлеченности в диссидентскую жизнь. И в дальнейшем я стал одним из создателей хельсинской группы. То есть, сказать, безусловно, все началось с меня, с возврата на национальную почву. Я думаю, именно возврат к еврейским корням дал мне силы и бороться за свою свободу и помогать другим евреям, и в итоге бороться за права других народов. Но диссидентская деятельность была бы совершенно естественным продолжением той внутренней свободы, которую я обрел благодаря сионизму. Часто приходилось требовать литературу на еврите. Под разным предлогом мне отказывали давать эту литературу. Приходилось прибегать голодов. Я требовал, чтобы меня поместили в камеру с другим человеком моей национальности. Здесь находился тогда Михаил Ривкин. Мы были в разных камерах сидели. Я помню, что меня приводят еле живого. Я тогда сидел 30 суток подряд. И я шатаюсь просто. И тут он мне говорит, ты знаешь, что у тебя есть подарок от бегуна. и дает мне этот сидур. Это был вообще первый сидур в моей жизни. И это вообще была первая книга, набранная еврейским набором, которую держал в руках своей жизни. то есть я почувствовал, что та старая идеология, та старая моя вера, скажем, в права человека, во всемирную справедливость, которая меня поддерживала, что в общем-то это в каком-то смысле мираж. И вот я уже говорил, что когда я приехал на зону, вот первый вопрос был, а кто ты? Вот для всех это было нормально. То есть каждый человек определял себя, в первую очередь, я армянин, грузин, литовец, украинец. Я сказал как бы машинально, что я еврей, но при этом я как бы никогда не связывал с этим никакого смысла, никакого особого содержания. Ну, знал как бы какой-то факт, что там глаза голубые, волосы рыжие, ну, какой-то такой внешний абсолютно незначительный факт. А оказалось, что этот факт имеет куда больше смысла, чем я думал. Сейчас я вспоминаю, что в те времена, вот, даже с каким-то таким, как бы, ну, с интересом и удовольствием время, когда ты находился в компании интереснейших, интеллигентных людей, были интересные споры, дискуссии. Вот так вот, значит, шло время. из этих ворот я вышел на свободу. Вместо определенных судом 12 лет лагеря строгого режима и ссылки я провел заключение 4,5 года. Многое менялось тогда в СССР. Говорили о гласности перестройки. Сознаюсь, что не я и мои коллеги по еврейскому движению не могли вообразить, что всего через 2-3 года ворота тоталитарной империи откроются, как только что раскрылись ворота этой кирмы и евреи обретут свободу воссоединиться со своим народом. Тем более не мог я даже подумать тогда, что и здесь, в этой стране начнется возрождение еврейской жизни. Появятся еврейские школы, еврейские организации, центры еврейской культуры. И что я буду принимать в этом активное участие, буду приезжать сюда, чтобы помогать развиваться этому процессу. Когда я вышел из тюрьмы, и вот я в своих общениях с своими коллегами по еврейской культуре, вот, мы стали думать, что же сейчас можно сделать. И вот тогда пришла в голову библиотека. И вот эти 4 человека, Иосиф Бегун, Сокол, Голдер, или Советский, стали добиваться открытия библиотеки. Тогда была большая эмиграция, очень трудная, тяжелая эмиграция. И людям ничего нельзя было с собой вести, даже книги. И вот Соколу на квартиру стали приносить книги на Идыши, на Еврите. Удача с организацией еврейской библиотеки вдохновила нас начать создание еврейского музея. Тоже неофициального и тоже на частной квартире. Экспонаты собирали, как во времена исхода из Египта, когда евреи в пустыне строили ковчег завета. Каждый давал тот, что имел. Большое участие в создании музея принимали активисты Роман Спектр и художник Миша Гемей. За 3 дня до моего отъезда в Израиль, 15 января 1988 года, первый еврейский музей в Москве был готов к открытию. Jewish эмигрation from the Soviet Union is running 8 times the level of a year ago. Now the Begun family were to become another statistic in the year when Reagan Gorbachev Sumitri has forced the pace of human rights in Russia. И вот, наконец, я с семьей приземлился на Святой Земле. Встреча в аэропорту Тель-Авива стала завершающей точкой на его почти 20-летнее участие в борьбе за права советских евреев. Переход к новой жизни был разительным. Я был настолько восхищён и очарован уже самыми первыми впечатлениями, что сказал одном из журналистов. Я чувствую себя здесь, как в раю. Известный парадист даже пошутил в телепрограмме. Бегун что, змею нас встретил? А через год, когда меня спросили, продолжаю ли я пребывать в раю, мне пришлось давать разъяснение, что да. Но, разумеется, этот рай земной со всеми проблемами и трудностями. И кроме того, только для тех, для кого здесь его дом и его земля. В первые годы по приезде в Израиль я часто выезжал за рубеж для участия в компаниях, помощи советским евреям в их борьбе за выезд из Израиль и сбора средств для большой русской алии 90-х годов. Особенно памятным стало мое первое посещение Америки и визит в Белый дом. Президент Реган передал мне металлический браслет с надписью «Иосиф Бегун, узник Сиона» и сказал, что этот браслет лежал на его столе, как напоминание о страданиях советских евреев. Поблагодарив президента за его благородную помощь евреям в СССР, я счел нужным сказать, что еще рано убирать этот сувенир в стол. Все еще многим советским евреям отказывают в выезде в Израиль, и эта помощь очень важна. И евреям будет хорошо, окей. Но евреи, живя в России, никогда не выполнят той исторической миссии, которая на евреях наложена. Только в Израиле. В России нет сомнений, что сегодня в России евреи живут свободно, как евреи. Они не должны закрывать свое евреевство, они не должны стесняться ходить в синагогу, я бы сказал даже наоборот. Сегодня в тех местах, где еврейская община хочет укрепиться, усилиться, ничто этому не мешает. Есть и потенциал. Но, честно говоря, я не думаю, что есть будущее в России, если посмотреть весь наш путь евреев в России, если посмотреть, где мы были, и что с нами стало, если посмотреть, где источники нашей силы духовной и моральной, я думаю, что дописываются последние страницы истории, большой истории, которая, в общем-то, действительно была большой истории евреев и России. У меня всегда была уверенность, что распространенный взгляд синистского истеблишмента о том, что вот этот период в конце 80-90-х годов сейчас въедет, мы закрываем эту страну, заклачиваем двери и обязанность еврейского мира вывести как можно больше людей, а кто остается по каким-то причинам докормить их, пока они не помрут. Это взгляд оказалось мне неправильным. Я был уверен и отставил вот эту точку зрения о том, что много евреев останется жить в России. В общем, я оказался прав. Много евреев продолжают жить в России. Гораздо меньше, чем раньше, но тем не менее Россия по-прежнему является одной из крупнейших общин мира. Сказано, что умом Россию не понять. Если это так, то еще труднее понять исторические судьбы еврейского народа. Мазалтов! Все прогнозы о его будущем оказываются несостоятельными. Это верно и в отношении российского еврейства. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Хочу вас доверить, что вот тот свет и добро, который она будет излучать, будет освещать Кремль. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Он уникал, улевал, ищет. А. А у него были в КГБ, вы его понимаете? Вы понимаете? В нем он КГБ, боже мой? КГБ? Он уничтарлат. Он уничтарлат суббици. Уничтарлат суббици. А это называется суббиций? А я уничтарלי, а это называется, что ты делаешь. Я всегда хочу использовать эти мусени, хорошие. Зачем мне будет висел вигон? Висел вигон. Я не могу. Неумеется. Неумеется. Я не могу. 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 Они меняются? Русские евреи переживают непростое время возрождения после 70 лет национального паралича. Еврейские школы и ешивы, культурные центры и синагоги, как из пепла, восстали на необъятных просторах России. Здесь гораздо лучше, мне кажется, чем в обычных районах школы, потому что здесь все друг друга знают, все друг друга любят. Здесь нас не то чтобы учат быть евреями, а мы сами и мы учимся быть в плане нашего сознания. Слушай, а ведь не зря, значит, а? Тогда в Ленинграде все это начиналось. Слушай, не зря. Я вообще хотел сказать, что я как-то, когда был у стены плача, мне пришло в голову, что весь мир, у него есть один творец, что мы как бы причастны к этому всему. Так я подумал, что когда отец хочет, чтобы его сын видел дальше, чем он, то он делает. Поберет сына на плечи. Тогда его сын, его даже маленькая головка, которая так низко там к земле, когда она на плечах у папы, то она видит дальше, чем папа видит. Поберет сына на плечах у папы, то она видит дальше, чем папа видит. Выбрав десятилетия назад свой путь, я продолжал идти по нему и здесь, в Израиле. Я убежден, что без знаний основ богатейшего еврейского духовного наследия не может возникнуть чувство сопричастности с Израилем, его культурой и историей. Своё назначение я вижу в помощи своим соотечественникам, бывшим советским евреям, в приобщении к великим ценам семидаизма и еврейской культуры. Вместе со своей женой, поэтом Аллой Юдиной, мы создали издательство «Даат Знания» для ознакомления читателей с богатством духовной культуры нашего народа. Я пришла, наконец, в этот город из белого камня. Я вернулась сюда, и мне некуда больше идти. Светят солнца лучи, чуть колышутся стройные пальмы. Я стою среди гор, словно странник в начале пути. Я жила здесь в мечтах, хоть была рождена в отдалении, в том краю, где в мороз застывала и ныла душа. Но сегодня я дома, здесь сердце моё и спасенье. Мой народ, мой Израиль, и его я Алла Хадаша. Там, где Тора живая, там есть жизнь. Там, где нету связи с Торой, там есть эксперимент, который умирает потом. Когда человека вызывает к чтению свитка Торы в синагоге, то произносится фраза из самой Торы. Всегда, каждый раз. И я сразу в русском переводе скажу, «И вы, которые держитесь вместе с Торой, живы вы сегодня». То есть в любом поколении мы говорим «сегодня». Сегодня мы живы. Всегда мы живы. И всегда мы будем жить. Никогда в нашей истории, вне Торы, вне традиции, никакая группа не смогла существовать долго. Она уходит в небытие. Или религия будет отделена от государства и станет важной, но духовной компонентой жизни народа. Именно духовной. И не будет вмешиваться в государственные решения. И тогда государство сможет развиваться как современное государство западного типа. Или же наше государство, как это мечтают многие деятели Шасса, станет государством Галахи. И тогда уже мы можем превратиться в Иран. Мы можем превратиться в Саудовскую Аравию. Мы можем превратиться в страну, у которой нет перспектив развития в 21 веке. Если мы создадим здесь творческое, привлекательное общество и создадим здесь некоторую благородную, светлую, национальную идею, и время будет комфортно чувствовать себя, и время будут всегда себя считать, даже если они смешаны, так же, как русские могут чувствовать себя гордыми, что они часть русского народа, как другие народы. У евреев есть все основания для того, чтобы это сделать. Я надеюсь, что мы с тобой, и еще там тысяч, двадцать, тридцать интеллектуалов эту идею создадут. В этой девочке я вижу оправдание всей моей жизни. И вообще, когда на улицах Израиля я встречаю молодых людей, говорящих на еврейце с русским акцентом, а по-русски с заметным еврейским акцентом, я вижу в этом ниточку, которая связывает судьбу Израиля с новым поколением евреев, выходцев из России. Я радуюсь, что они пустили корни на еврейскую землю, и эти корни прижились на новую послу, и что в этом есть частицы и моего участия. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok